Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Во время вебинара вчера позвонила мне моя хорошая знакомая из Финляндии. Зовут ее Людмила. Она там живет, у нее там дом и сад. Она меня поздравила с днем учителя, называет меня учителем, за что я очень благодарен. И она у меня покупала семена, подробно она не говорила, какие семена я сейчас не вспомню. И я единственное высылал за рубеж напрямую. Мол, Финляндия не заграница, курица не птица, Финляндия не заграница. Вот, дошло, только мучился с латинским шрифтом. Моя посылка дошла до нее. Больше я обычно, когда меня просят эти иностранцы, да, высылаю. Но высылаю куда? В Москву или приграничные города. А они же там как дальше идут, меня вообще не колышат. Вот, умеют это делать. Как говорится, граница на замке, в Дарявом замке. Так вот, случаев таких немного за мою жизнь, не больше десятка за много лет. И вот она мне пишет, она параллельно набрала еще семян в магазине и семечки прорастила и тоже растила. Растила она недолго. Все мои живы, это ее слова на вебинаре, я не подговаривал, вот, клянусь Богом. Вот, все мои семена живы, а все семена из этих магазинных семен, все мертвые. Вот вам разница между сибирскими, видите, между сибирскими и южными сортами. Есть разница? Вот, есть. Так что она не зря потратила деньги, в Сибирь, заказав куда? В Финляндии. А есть и большая разница. Через Финляндию проходит полярный круг. Полярный круг проходит через Финляндию. Вот, так что мы недалеко дошли, а дошли друг от друга. Вот. Ну и надо на этом заканчивать. Так. Сейчас мне надо выкопать будет. Еще один персик у меня остался. В горшке, знаете, почему горшок посадил? Вот никто не приезжает в последние недели. Один-два человека приезжало. Всего. Я не могу продать вот этот прямо в горшке. Хотя бы это. Почему? Потому что некому продавать. А сейчас я еще выкопаю вторую. Из оставшихся шелковиц выкопаю самую вот такую вот, скорее всего. Вот, наверное, вот эту вот. Ага, вот этот, наверное, и... Все, на этом поедет посылка, поедет коробки картонные. Корни будут завернуты в сырую, в сырой тряпке. А поверх тряпок будет полиэтиленовое мешки. Вот. И прекрасно доходит. И слава Богу, никто нас не проклинает. Вот за это всем спасибо. Так, благодарю за внимание. Вот. Жизнь продолжается. Кто успел, тот не опоздал. Вот. И, как говорится, хватай мешки, вокзал отходит. Повторяю, хватай мешки, вокзал отходит. А вот косточки у меня за семь дней две маленькие посылки я отправил. Плоховато, ребята. Наверное, вам не нужны. Это весной вот эти. Были сделаны вот эти посадки. Это весной. Косточки персика. Ну, а годом. Раньше, прошлой весной, был вот этот персик посадок. А если вы еще южнее живете, вам и укрывать не надо. Самым расстройким в мире персик косанский. Вот. Ну, еще раз. Укрытие на зиму. Вот. Я еще думаю, не оставит у себя. А это я не стал укрывать. Как чувствовал, что купят. Все, благодарю за внимание, друзья. До свидания. Не забывайте, что из этих косточек вырастают чудеса. Из моих. Это лучший сад во всей России. По качеству плодов. Кто не верит, ну, по саду мы ходили сколько раз? Сотни раз. Вот зима начинается, а плоды еще висят. Вот. И все. На этом я заканчиваю. Вот. Свой обход. Ну, а вот. Ну, и все. Да. Спасибо. Продолжение следует...